Наталья Полякова – мама троих детей, двое из них с аутизмом. Они приехали в Одинцово из Подольска, чтобы принять участие в ежегодном фестивале для детей с ограниченными возможностями в будущее без границ. Очень понравилось представление, детский театр кукольный, он даже сделал бабочку, малыш. Эти тоже сделали разные поделки, брошки. Более тысячи человек из 27 муниципалитетов Московской области собрались на праздники. Фестиваль проводится уже в 12-й раз. В этом году он посвящен творчеству и дружбе народов России. Каждая организация брала какую-то одну народность, изучали досконально, шили костюмы, делали блюда по национальным рецептам, изучали культуру. И сегодня представляют на локациях кто-то делает поделки, кто-то в костюмах. Сказать, что у этих детей возможности ограничены, просто нельзя, уверена Ксения Мишонова. На фестивале они показали весь свой творческий потенциал. У них они совершенно безграничны, эти возможности. И они делают то, что, в принципе, даже трудно сделать обычному взрослому человеку. Они видят мир по-своему, они нам показывают его. И те краски, которые дети выбирают в своих рисунках и в своих аппликациях, говорят нам только о том, что их мир намного ярче, чем нам кажется. Народы Киргизии, Чукотской республики, Дагестана и многие другие были представлены на фестивале. Всего 54 творческие локации. Во-первых, очень красивые костюмы. Люди к этому готовились. Потом дальше кулинарный аспект. Тоже мне очень понравилось, что люди погрузились. Многие, я так понимаю, у них было распределение по различным странам СНГ или субъектам Российской Федерации. И они погрузились в историю этих субъектов. В рамках фестиваля дети-инвалиды и их родители, а также различные творческие коллективы выступили на гала-концерте. Тысячи горящих глаз людей с особенными потребностями смотрели на таких же ровесников на сцене, которые доказали, что возможности есть у всех. Получился не только веселый праздник, но и настоящая мотивация. Субтитры создавал DimaTorzok